Бам! 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 Гараж 28, посылочки завозим. Сегодня на распаковке всего один товар, но он повторный. Да, там беспроводной микрофон. Такой гаджет мне подарили год назад на день рождения, ребята, и он оказался неисправный. Я начал снимать на него обзор, обзор был уже отснят, но устройство потом вышло из строя, я не смог доснять окончательно обзор на него, раз оно вышло из строя. И так как я распаковывал сразу после того, как мне его подарили, ребятам подарившим сообщил, они тут же забрали его, привезли другой на замену. Та же самая ерунда, тоже вышел из строя при съемке. Фишка в том, что здесь вот у нас есть Type-C разъем, который предназначен типа для зарядки телефона. Так, сейчас возьму второй телефон, кстати. Итак, где он? Вот мой предыдущий телефон, это у нас Xiaomi Redmi Note 10 Pro. И вот так вот он втыкается в Type-C, потому что на этом не проверить, потому что здесь microUSB. Ребята заранее узнали, какой у меня разъем, заказали для меня вот эту беспроводную гарнитуру. И как только сюда втыкаешь Type-C зарядник, это устройство перестает работать. Что-то в нем перегорает, видно, и все. Соответственно, второй гаджет вышел точно так же из строя. Но приблуда очень удобная. Я сразу же при съемке обзора оценил его удобство, тем более его дальность. Я ушел порядка, по-моему, на 8, что ли, или 7 гаражей. То есть у нас ширина гаражей по 4 метра, и я в районе 30 метров потерял связь. Ну, на прямой видимости. То есть стоял на штате ведь смартфон, и я ушел там, ну, довольно далеко. Где-то на 8, на 7 гаражей вот так. В общем, что болтать, два микрофона у нас неисправные. И я заказал этой весной третий микрофон. Сейчас его проверим, надеюсь, он не сгорит. Но учитывая все-таки вот этот нюанс, что сразу на двух гаджетах при втыкании Type-C вышел из строя приемник, я сюда больше приемник втыкать не буду. Даже не буду проверять эту функцию. Тупо залью, наверное, термоклеем, или не буду просто им пользоваться. Но учитывая, сколько народу у меня в гараже, не яда кто-нибудь другой возьмет и воткнет туда Type-C. Оформление почти такое же спустя год. Для Type-C, для Type-C. Единственная разница, что здесь у нас два микрофона, два передающих устройства и один приемник. Быстрее всего фирма та же самая. Они типа ноунейм, хотя как-то их называют на Алиэкспрессе. Так что я полагаю, что действительно даже этот новый гаджет просто сгорит при подключении зарядки. Тем более, раньше я проверял на обычной зарядке, а сейчас у нас зарядки TurboChange и прочие, которые не 5 вольт дают, а могут выдать и 10, и 11 вольт на 2-3 ампера. Итак, сами микрофончики. Кнопочка включения. Где-то должен загореться светодиод. Вот он. Мигает здесь. Он ищет сейчас устройство. Второй микрофон. Тоже замигал. И сам приемник. Можно сейчас воткнуть его в старый телефон. Можно и проверить сразу на новом. Мне, конечно, он нужен на новом телефоне, на который я сейчас записываюсь. Так, почему-то он у нас не определился, хотя должен. Так, здесь у нас, вот, горит лампочка. Видно? И синхронизировался сразу микрофон. Здесь тоже, получается, оба микрофона, что ли, синхронизировались. Сейчас за кадром придумаю, как все это дело запустить. Быстрее всего нужно скачать, наверное, какую-нибудь программку для сканирования звука микрофона. Так, первый анализатор звука. 1, 2, 3. Если я отойду, он будет слышать меня или нет? Так, мне надо видеть его. 1, 2, 3. Раз, раз, раз. Да, он меня слышит. На расстоянии 5 метров слышит. Сейчас воткнём устройство. Так, лампочка мигает. Лампочка мигает. Всё, загорелась, загорелась. То есть они синхронизировались. Сейчас я тихонько дую в микрофон. Смотрим за спектрограммой. Сейчас дую мимо микрофона. И теперь дую в микрофон. Проверяем второй микрофон. Так, второй микрофон не синхронизировался, потому что он отключён. Загоралась, загорайся, загорелась. Сейчас видно, что оба микрофона работают. Можно, наверное, говорить и в один, и во второй. Ну что ж, сейчас отключу запись. Переставлю видеокамеру телефона на штатив. Также блютузный приёмник поставлю тоже в записывающий телефон. И просто уйду с одним микрофоном куда-нибудь далеко. Будем проверять по миганию лампочки, где он потеряет связь. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, ну я, конечно, выгляжу очень охрененно. Сейчас блютуз-приёмник вставлен уже в основную камеру. Плюс у меня здесь висит гарнитура. И ещё одна гарнитура у меня взята с собой. По ней я буду видеть, когда пропадёт сигнал. Потому что не вижу светлёт, который у меня здесь. Повторюсь, ширина пролёта у нас 4 метра. Сейчас выставляю камеру как раз между гаражей. Вот так. То есть мой гараж – это первые 4 метра. Ну что, погнали. 36 метров. Сигнал есть. 40 метров. 44 метра. 48 метров. 52 метра. 56. 60. 64. 68. 72. 76. Дальше я сосчитать не смогу, потому что у меня кончились гаражи. Но 76, грубо говоря, 80. И здесь уже 82 метра. Bluetooth-приёмник всё ещё горит. То есть держит синхронизированную связь. Получается, эта версия намного лучше. Потому что предыдущая 40 метров точно не брала. Брала, по-моему, 7 или 8 гаражей. Первый микрофон. Второй микрофон. Сейчас оба микрофона работают. Интересно, в какой идёт запись. И как они распределяются по каналам. Возможно, они могут в стерео писать. Интересно, у меня хоть там видно было? В общем, так, сейчас в микрофоны пишется запись, да? Оба микрофона работают. Первый микрофон, второй микрофон. Хотя, какая разница, где какой. В общем, ну, я на монтаже только всё это увижу. Как на деле он пишет звук. И переходим обратно в гараж. Такие вот, в общем, микрофоны. Беспроводные. Вот, к сожалению, эти два микрофона сдохли. Даже другану Илюхе предлагал с ними поковыряться. Он что-то вскрыл. Там ничего не понять. Короче, в мусор пойдут. Хотя, ради прикола, можно, конечно, так, выключить. Долгое нажатие выключает их. Этот сейчас у нас ищет приёмник. Но приёмник не работает. Пока не воткнут в телефон. Втыкаем в телефон. Сразу загорелась красная лампочка. И сразу же синхронизировался микрофон. Этот у нас выключен. Так, ради прикола сейчас проверим. Выключаем микрофон. Выключился. Здесь мигает лампочка. То есть он сигнализирует о том, что он ищет теперь микрофоны. И, ну, ради прикола, я более чем уверен, что частоты не должны совпадать. Тем более разные версии. Разное время изготовления. Но чем чёрт не шутит. Ищет, ищет. Не найдёт. Здесь тоже у нас мигает, но не находит. И ещё раз проверяем сгоревшие. Блин, их можно даже реально перепутать. Вот это у нас исправно, это у нас неисправно. Ну, понятно, что здесь по светодиоду понятно, работает он или нет. Светодиод не горит, это неисправно. А так прикольно бы было, если бы ещё и третий, четвёртый микрофон заработали. Надо поискать на Алиэкспресс, может быть, может быть, есть чисто какие-то приёмники для них. Или что-то такое. Ну, вот, пожалуйста, присутствует рисунок того, что через приёмник можно заряжать телефон. Тут, конечно, не зарядное устройство Powerbank, но, тем не менее, оба приёмника на предыдущих двух устройствах вышли из строя. Так, что-то тут всё перепутал. Так, этот сюда, этот сюда. Это у нас два неисправных и один новый. Здесь у нас адаптер под USB. В смысле, адаптер под USB. Его можно воткнуть, что ли, в компьютер и по нему вот так, типа, использовать. Типа на компьютере будет записи. Так, ну и здесь у нас под лайтинг, под айфоновский разъём переход. Так, если получится, то в докуматериалах увидите, получится ли у меня синхронизироваться с компьютером. На этом, на сегодня всё. Такой вот был микрофончик. А, по стоимости. Сейчас скажу по стоимости. Итак, беспроводной петличный микрофон K9. Да, K9. Я хотел сказать M9. Ну, это K9. Интересно, где это написано вообще K9? Ничего не написано нигде. Может быть, в инструкции, конечно. Здесь можно заказать отдельно Type-C. Отдельно один микрофон с приёмником и адаптером. Будет всего 728 рублей. Сейчас доставка бесплатная. Я заказал вот этот второй вариант. Нет, это для айфона. Вот этот вариант получается. Type-C USB адаптер, IP адаптер, приёмник и два микрофона. 908 рублей. А я заказывал за 897. 908, 897. 11 рублей разница, да? Также просто Type-C и один микрофон. Всего 669 рублей. Ну, я считаю, покупка очень-очень оправдывает себя. Если ничего не сломать, во-первых, в мовиатуре надо залить термоклеем или пластилином замазать, чтобы случайно не сжечь опять. Для тех, кому надо. Ну, тут, само собой, есть разъём зарядки. Не забывайте, что это заряжаемое устройство. Его надо заряжать. Ради прикола давайте воткнём. Вдруг сгорит, в конце концов. Так, что у нас? Красная лампочка горит. То есть он типа заряжается. Потребляет он у нас 0,5 ватта. Ссылочку на товар, если не забуду, оставлю в описании. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на со мной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс, Зен, ТикТок, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Так, док-материалы. У меня, у меня микрофон, микрофон отключим. Так, вот микрофон отключен вот этот. Один, два, три. Что-то улавливает сейчас, но меня практически не слышит программа. Это MP3 REC, MP3 REC, теперь берём микрофон. Вот здесь он у нас синхронизирован. Вот стоит устройство через адаптер. И смотрим. Сейчас я убрал за спину микрофон, и он еле-еле слышит, да? Сейчас я микрофон держу перед собой, и он более-менее слышит. Теперь я говорю полностью микрофон. Расстояние где-то 3 сантиметра от рта, и всё чётко слышит. Один, два, три. Один, два, три. Микрофон номер один. Микрофон номер один. Допустим, если его установить куда-то, на провод повешать, смотрим. Один, два, три. В жёлтую полосу бьётся. Сигнал слабоватый, но нормально. Берём второй микрофон. Один, два, три. Сейчас уходит полностью в пике, потому что я просто в упор разговариваю. 10 сантиметров от рта уже более-менее нормально. Грубо говоря, сейчас держу его на груди. Ну, как он должен висеть? А в пике вроде бы не уходит, но очень близко к пикам. Ну, может быть, ещё из-за того, что вот этот микрофон у нас меня слышит. Сейчас отойдём подальше, но, к сожалению, не видно нифига, да? Раз, два, три. Нормально. В общем, вот такая вот дилемма. Такая вот фигня. Сейчас, блин, я уже запутался в микрофонах. То есть работают вот эти два, но они пишут не в телефон, а пишут, типа, передают в компьютер, потому что адаптер вставлен сейчас в компьютере. Так, пока не вытащил. Закрываем, закрываем. Сразу же при втыкании устройства оно подхватилось виндой и тут же определилось. Составное USB-устройство и USB-аудио 1.0. Даже ни слова про Bluetooth нет. То есть он его распознавал, как USB-микрофон, получается. Вот, замигал, потому что микрофон вытащили из компьютера. Соответственно, питание пропало на приемнике и передавать некуда. Но, если будете заказывать, ну, не втыкайте вы сюда вот в этот разъем, в приемник ничего. Это чревато. Можете, конечно, рискнуть, но я предупредил. У меня два таких устройства лежат мертвым грузом. И, учаясь на ошибках, третий я не буду так делать. С третьим я так поступать не буду. На этом все. Допматериалы кончились. Еще раз спасибо, что были с гаражом 28. Всем вам... Всем как... Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем еще раз пока. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...